Ну что же, мы продолжаем, говорим вам с добрым утром и напоминаем, что тема сегодняшнего эфира День гармонии. Да, Степан Арефьев, Марина Гес, мы с удовольствием продолжаем. Главный секрет успешного человека это достижение состояния внутренней гармонии, удовлетворение собой окружающим миром. Того мы называем счастливым человеком, кто этого достиг. И вот как научиться пребывать в этом состоянии всю жизнь, расскажет наш гость у нас в студии Александр Савченков, психоаналитик, директор Челебенского института психоанализа. Доброе утро. Да, Александр, доброе утро. Ну вот, чтобы быть в гармонии с собой, с миром, быть счастливым, с чего нужно начать? Нужно начать с того, чтобы определить, что я хочу в этой жизни. Мы же живем без гармонии с собой, только потому что делаем то, что не хотим, то, что нас папа, мама научил, заставили, общество требует нас, еще чего-то, и про свои желания забываем. А это самое главное, выбирать профессию, выбирать род деятельности, занять еще что-то в соответствии с своими внутренними потребностями. Просто взять и уволиться, если не нравится. Да, если не нравится, то можно уволиться, можно там другую профессию получить. Так, подождите, сейчас телезрители, которые смотрят канал УТВ, скажут, да я не пойду на работу, я не хочу, увольняюсь. Ну, для того, чтобы уволиться, нужно же что-то уже иметь другое, куда ты хочешь идти. Вот это нужно распознать. Многие там, кто-то уезжает на болинах всю жизнь, живет отшельником. То есть вот таким вот образом. А совершать над собой насилие, это постоянно повергать себя в состояние уныния. А вот сейчас нами управляет злость человеком, да? Вот как сделать так, чтобы не впускать вот этот негатив в свою жизнь? Есть ли какие-то упражнения? Потому что, да, мы все живем в быстром мире и так далее. Что-то случается? Да, раньше мы смотрели хорошие мультфильмы и фильмы, которые показывали, как переживают другие люди. А сейчас мы в этой спешке забыли, что рядом с нами тоже другие, которые, ну, похожи на нас. И мы выплескиваем на них этот негатив. Здесь такой лайфхак, можно остановиться и подумать о том, что испытывает другой человек, когда я на него злюсь или выплескиваю какие-то негативные эмоции. Что бы я испытывал на его месте? Ну, поставь себя на него. Да, и это очень хорошо отрезвляет. Хорошо, Александр, скажите, пожалуйста, ответьте мне на вопрос. Вот вы счастливый человек? Да. То есть вы занимаетесь тем, чем хотите? Да. Встаете тогда, когда захотите, делаете то, что хотите. Только когда на АТВ меня в 7 часов встает. Ну, вы же хотите. Вы же хотите быть в гармонии. Александр, вы знаете, давайте поговорим о медитации. Сейчас стала модная медитация. Вот на самом деле помогает ли она поймать гармонию, ощутить гармонию? Медитация – это такой маленький сон. Она только помогает расслабиться и отдохнуть. Она не помогает прийти в гармонию с собой или еще каких-то целей достичь. Это такая практика релаксации. Не более того, на самом деле. Но все равно медитация же помогает избавиться от стресса, да? Вот немножко здесь подмена понятия. Когда медитация, мы просто погружаемся в релакс и куда-то там улетаем и отдыхаем. А вот то, что делают йоги и другие практики духовные, они дают установку, например, на позитивные эмоции, еще на что-то. И это прописывается в нейронных сетях у нас. И мы становимся чуточку радостнее, чуточку позитивнее, например. Ну а вот от вас совет, как избавиться от стресса? Ну от стресса только к специалисту. Потому что вот мы уже говорили о том, что мы в таком быстром мире живем. Ну да, иногда что-то происходит дома, на улице, тебя кто-нибудь обрызгал, он все что угодно. Да, мы не можем вырваться из этой суеты, как в советское время, например, жили всеразмеренно. Количество контактов и стимулов было мало, и поэтому человеческая психика выдерживала. Сейчас существуют различные практики психологические, которые на службу человеку поставлены, и нужно просто пользоваться помощью специальности. А вот Степан похож на человека, у которого стресс, который находится в состоянии депрессии или нет? Я думаю, что Степан счастливый человек. Я же каждый утро сейчас с тобой на любимом телеканале. Александр, скажите, пожалуйста, вот многие люди, они даже и не знают, и не подозревают о том, что они находятся в состоянии стресса. А вот как им, может быть, помочь, объяснить? Или как вот человек... Чтобы человек обратился за помощью, ему нужно понять, что ему необходима эта помощь. Вот таким образом. Смотрите, к нам люди приходят... Когда к нам приходит человек, мы задаем первый вопрос. Для чего он пришел? Если он страдает от чего-то, то тогда ему нужна помощь. А если он не страдает, почему мы его должны менять или вырывать его из какого-то привычного ритма жизни? Ну, такая вот у него гармония, да? Ну, конечно, он получает удовольствие от того, что совершает некоторое такое... Ощущает некоторое напряжение, борьбы с жизнью, еще чего-то. По лезвию ножа ходит. Ему, думаю, он в стрессе, а он получает блаженство. Ну, ты иногда придешь на почту или в банку, вот видишь, что люди специально ходят. Да-да-да. Конечно, конечно. А когда ты с ним начинаешь вечно общаться, он еще больше от этого заводится. Ну что ж, большое вам спасибо. Давайте пребывать в гармонии. Я думаю, вот эти простые советы, о которых нам сказали, помогут и нам, и нашим зрителям. А я напомню, что в студии у нас был Александр Савченко, психоаналитик, директор Челябинского института психоанализа. Так что, дорогие друзья, лучший способ освободиться от переживаний, это выплеснуть их и заняться, например, спортом. В рубрике «Спорт с пеленок» мы расскажем о воздушной гимнастике. Давайте посмотрим.